Привет! Меня зовут Наталья Крынгачёва. Вы смотрите «Наш универ». Сегодня в программе «Ночь в лаборатории» и «Тайны Вселенной» становятся ближе. Не важно, кто против тебя, если ты лучший. Золотые правила игры Галкипера. Мебелевская премия. Проекты мебели студентов-дизайнеров на международном конкурсе. Вы когда-нибудь представляли себя в роли ученого? В нашем универе такая возможность была у каждого посетителя ночи в лаборатории. Опыты с едой, напитками, микроорганизмами и это еще не все. Подробности у нашего корреспондента. «Ночь в лаборатории» – это мероприятие «Спутник» 5-го Всероссийского фестиваля «Наука 0+.» Этой ночью было на что посмотреть. Приветственные слова и напутствие уже через несколько минут сменили живые эксперименты с электричеством и газом. В своеобразном лабораторном комплексе все желающие смогли почувствовать себя настоящими учеными. Для гостей был предусмотрен интерактивный квест с посещением площадок и лабораторий, которых было предостаточно. Множество студентов, множество школьников пришли на ночь в лаборатории, чтобы приобщиться к науке. Но что есть наука? Микроскопические изображения, химия или тараканы? Сегодня здесь есть все. Давайте посмотрим. За этим столом студентки Института фундаментальной биологии и биотехнологии демонстрируют выделение ДНК человека из слюны. В рамках своей научной деятельности девушки исследуют в основном растения, но в данных условиях слюна оказалась наиболее доступным материалом. А через пару шагов можно было увидеть наглядное доказательство того, что газировка – токсичное вещество. Уровень токсичности определяли опытным путем по свечению фермента. У нас в желудке очень большое количество находится ферментов, а, соответственно, если у нас вечение будет маленькое, которое мы и наблюдаем после того, как добавляем газировку, у нас эти все ферментативные реакции, они нарушаются и не происходят. Соответственно, у нас ухудшается пищеварение и множество других различных процессов. А в продолжении темы здоровья. Задумывались ли вы над тем, как далеко зашли методы диагностики и реабилитации больных? Мы убедились в том, что тесты стали электронными и более игровыми. Мы представляем секцию медицины, и здесь у нас новые методы реабилитации больных. Мы показываем новинки, которые есть у нас на кафедре неврологии от Медицинского университета КрасГМУ. То есть конкретно я могу вам предложить поиграть в игры, которые развивают когнитивные функции человека. То есть это мышление, память. Хотели сыграть? Конечно же мы согласились. Нам предоставили тесты на запоминание, логику и скорость реакции. И хотя в каждом из них спустя пару минут мы допускали ошибку, специалисты однозначно заявили, что когнитивных и других видимых расстройств у корреспондентов нашего универа нет. А вот к этой площадке нам пришлось буквально проталкиваться. Да и неудивительно, ведь здесь презентовали настоящих тараканов. У зрителей эта картинка вызывала разные эмоции. Они шипят, они бегают, ползают. Это очень мерзко. Но студенты, которые не испытывали страха и отвращения при виде усатых и многоногих, позволили себе самое близкое общение с насекомыми. Убери руку! А, это мотивно! Но с какой целью они были здесь выставлены? Тараканы, они являются, по сути, таким звеном в системе жизнеобеспечения, которая перерабатывает соломы. Ну и любые растительные отходы, которые им поставляются. В системе постоянно скапливается довольно большое количество соломы, а химически и с помощью бактерий перерабатывать довольно долго и муторно, и сложно. А тараканы, как такой неплохой биологический способ переработки, оказался довольно выгодным. Другие лаборатории были не менее интересны. Гости извлекали микроскопические водоросли, учились оценивать чистоту продуктов и делать химически грамотные кислородные коктейли. Своеобразным бонусом стал детектор лжи. Площадка одновременно популярная и не слишком посещаемая. А какие впечатления остались у гостей? Здесь очень интересно. Нам сегодня рассказывали про биополимеры и нанотехнологии. Достаточно много интерактивных площадок, где можно что-то самому попробовать. Особенно мне понравились угощения местные. И пенка там, все такое. Много здесь очень химиков. Они очень подробно все рассказывают на понятном языке. Главная цель ночи в лаборатории – популяризация науки была достигнута. Количество равнодушных – ноль. Заинтересовались научными разработками и опытами очень многие. А вот вам и наша оценка. Наука – это совсем не скучно, а напротив, очень интересно. Задумайтесь об этом. Воспитанник Железногорской футбольной школы. Вице-чемпион Европы по мини-футболу. Лучший вратарь Евро-2015. Магистрант СФУ. О ком идет речь – узнаем из сюжета. Олег Пичугин. 26 лет. Воспитанник Железногорского футбольного клуба. Магистрант СФУ. Кандидат в мастера спорта по мини-футболу. Лучший вратарь Евро-2015. Защищал ворота Норильского Никеля. Грозненского «Беркута». Команды СФУ. В составе сургутского факела выиграл Кубок Западной Сибири. Стал серебряным призером первенства Уральской высшей лиги. Спортивная карьера Олега Пичугина началась в раннем детстве. Она, наверное, началась лет с пяти, когда меня папа впервые привел вместе с собой на первую тренировку группы здоровья. Я был маленький, только бегал, под ногами всем мешался. Она существует до сих пор, уже 21 год. После чего уже к семи годам у меня также папа договорился с тренером. Я был самый маленький уже и там, потому что только с восьми лет можно было начинать заниматься в детской юношкой спортивной школе. Но сделали снисхождение, и я с семи лет уже начал. Лет в 10 Олег понял, что хочет связать свое будущее с профессиональным футболом. В 16 он уже уехал в Москву, стал студентом российского государственного университета физической культуры и заключил контракт с профессиональным мини-футбольным клубом. После маленького Железногорска осваиваться в столице было непросто, но несмотря на все сложности, семь лет в Москве пролетели быстро. Олег вернулся в родные края и поступил в магистратуру СФУ на специальность «Спортивный менеджер». Стал играть за сборную института. Ну, наверное, самое первое такое достижение, это было, когда мы выиграли чемпионат страны по своему году. То есть это был юношкий чемпионат страны, мы его выиграли, и после этого меня уже, соответственно, позвали в профессиональный клуб. И уже после этого, после такой профессиональной карьеры, наверное, самое высокое достижение, это когда мы вместе с СФУ стали серебряными призерами чемпионата Европы студенческого. Через год ребята повторили это достижение, став лучшими на чемпионате Европы по мини-футболу в Хорватии. И вскоре талантливого спортсмена пригласили играть за сборную Франции. После чемпионата Европы студенческого ко мне подошел вратарь мини-футбольного клуба «Кремлин Бесетер» из Парижа и спросил, хочу ли я поехать во Францию за место него. То есть он сам уходил из команды, он говорит, я тогда поговорю с руководством, они тебя посмотрят и позовут. Прошел год и этим летом на меня вышло руководство мини-футбольного клуба «Кремлин Бесетер» и позвало к себе. Как настоящий мужчина Олег увлекается охотой и рыбалкой. Стремится к своей мечте, оформляет визу для дальнейшего переезда во Францию. Настроен футболист решительно и планы на будущее у него грандиозные. Хочется на самом деле как можно дольше оставаться в спорте и как игрок, и в дальнейшем хочется связать свою жизнь со спортом. Я думаю, как только я закончу как профессиональный игрок, я вернусь в Красноярск, закончу магистратуру, стану, я планирую, по крайней мере, стать менеджером в спорте. То есть неважно, это будет либо клуб какой-то, либо это будет какая-то административная должность. Но как можно, поскольку я всю жизнь в спорте, хочется и в дальнейшем заниматься этим и оставаться как можно больше. А что вы знаете о дизайне мебели? Герои нашего следующего сюжета – участники второго международного конкурса «Мебелевская премия-2016». Какие проекты были представлены и кому досталась главная награда – узнаете из сюжета. В стенах Сибирского федерального университета прошло открытие второго международного конкурса «Мебелевская премия-2016». В этом году в нем приняли участие 90 дизайнеров из различных вузов. В 15 городов участвовала Москва, Санкт-Петербург, Уфа. В общем, европейская часть страны очень активно представлена. Обмен опытом и популяризация мебельного направления в дизайне – одна из главных задач конкурса. На выставке было представлено более 100 планшетов. Это и обеденные группы, кухни, спальни, а также мебель для открытых уличных пространств и парков. Студентка четвертого курса Института архитектуры и дизайна СФУ Мария Синкина принимает участие в конкурсе второй год подряд. Будущее уже наступило. Об этом говорит и одна из работ Марии. Проект уличной мебели под названием «Флуктус» создан в стиле биотек. Мне было интересно проектировать. Там есть какие-то технические фишечки, которые я туда встроила. То есть разрабатывая этот проект свой последний, я полностью выложилась, можно так сказать. Где же дизайнеру мебели «Искай вдохновение для творчества»? Например, я искала для своей работы вдохновение в природе. То есть форма волны, форма листа, чего угодно. Вообще все, что нас окружает, может послужить вдохновением. Студенты нашего универа уже второй год подряд одерживают победы в конкурсе. И на этот раз в обеих номинациях. Креативное решение и конструктивный проект. Умение сочетать различные материалы и цвета, создавать комфортную среду для окружающих и воплощать в жизнь самые нереальные идеи. Студентам Сибирского федерального все по плечу. На этом все. И я напоминаю, что в любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.рф А также приглашаю в нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». Обязательно увидимся в нашем универе. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok